здравствуйте друзья смотрите как хорошо себя чувствуют мои розочки помните я купила да между прочим вот я их воткнула в их их там горшочек пластиковый да вот так вот я их воткнула что тут у меня под ногами у меня под ногами и все как всегда это грызальные палочки бебины вон она у меня там сидит она сегодня играет в какую-то обиженку что-то всего пугается трясется я не знаю там периодически со мной играет она любит побегать вот периодически со мной играет но я на кухню она за мной я из кухни она за мной я тут кругами немножко бегаю а к чему это я а ничего я сегодня не снимала сижу целый день монтирую прогулку по москве ролик получился длинный но тем не менее посмотрите это приятный ролик просто москва просто тематическая прогулка я там все рассказываю все показываю много музыки наставляла такой приятной спокойной то есть можно этот ролик прям как я не знаю как как это называется когда для расслабления что-то смотрят медитация о медитативный а я чего себя не снимаю я еще не одета не причесана хотя время уже позднее что у меня все время под ногами попадается время уже позднее семь часов вот и я хочу прогуляться я все ловлю капусту ребята прикиньте я не могу поймать в магазин конечно в магазине не могу понять к поймать капусту конечно надо идти утром но я не могу себя выгнать я не могу себя выгнать я сегодня то есть я не нас не назначила себе никаких дел и поэтому я не могу себя взять в руки все как всегда я шандарахаюсь по квартире без толку без смысла без всякого то есть мне вот я даже не могу сесть и спокойно выбить и спокойно смонтировать ролик он не такой длинный надо там кусочки соединить надо я имею ввиду он длинный но не такой длинный чтобы вот монтаж занимал столько времени вот но я не могу никак себя взять в руки вот поэтому я сейчас очень быстро досмотрю я уже там все добила до патриарших мне осталось патриарши и можно больше как это сказать поставить на загрузку то есть перезагружать из из чего из программы для монтажа в сам ноутбук он и хочу все-таки уйти в магазин вот опять поискать капусту но вдруг она есть как вы думаете капуста теперь станет дефицитом что ли как самый дешевый продукт в как это как они называли борщевая корзинка да ну типа свекла картошка капуста морковь и лук не будут дорожать ну сдерживать цены для того чтобы но народ не остался голодным вот все я одеваюсь и погнала поразительно да что то не поделили у нас вот это вот улица она настолько как это сказать свободная она не несет вот этой вот нагрузки тем не менее не поделили прям вот пару секунд решала вообще жизненный вопрос да повесили флажки здесь всегда к к любому празднику вывешивают флаги раньше здесь был такой приятный день я не знаю я привыкла называть пустырь ну то есть такое вот гладкая там ровное место и там на все праздники устраивали гуляния очень приятные ставили сцену концерт какой-то из актеров приглашенных какие-то там мастер-классы привозили какие-то сладости пирожные очень приятно так было а теперь здесь негде там осталось маленький кусочек абсолютно поэтому только флаги ставят капуста есть и достаточно неплохая какой качан взять пекинка в жутком состоянии смотрите она завяла они взяли макушку обстригли обстригли макушке потому что она вот в таком жутком состоянии и хранится и упакована и сама видите какая уже жутчайшая это мой телефон еще такой зелененькой и и показывает на самом деле она уже бурая почти и они значит вот так ее поискром сали и на целых двадцать четыре рубля удешевили было двести двадцать три девяносто девять стало двести может мне покраситься здравствуйте друзья сегодня такое ну как необычное ничего необычного обычный рецепт но я терпеть не могу крабовые палочки но иногда меня вот просто пробивает хочу салат из крабовых палочек такое бывает но я не знаю в год наверное раза три и вот он случился этот раз я купила палочки при том вот такие как мне нравится эта фирма не та которую я покупаю это фишхаус обычно я покупаю какую-то другую фирму но я вам скажу в чем разница что я люблю и не люблю и не люблю что я предпочитаю что мне вообще не нравится вот такие вот палочки видите вот они вот во первых плоские да вот плоские и вот такие не ярко окрашенные вот вот такие я покупаю когда мне стукнет вот что мне надо вот это вот эту продукцию не очень высокого качество купить для того чтобы приготовить салат но больше я ничего из них не готовлю я пробовала сделать жареные палочки это ужасно так вот салат приспичило мне я хотела салат из крабовых палочек здесь по моему 200 граммов не знаю где найти я хотела вот тот свеженький салат кукурузы я не ем консервированную вообще не ем вообще вообще я это уже говорила неоднократно он но свеженький свежий огурец китайская капуста палочки яйца и заправить сметана с ароматизаторами увы вы видели мои поиски китайской капусты в пятерочке она стоила двести двадцать три рубля перекрестке двести сорок девять рублей сегодня я была в пятерке и вам показывала в каком состоянии жутком они там держат китайскую капусту это знаете это уровень испорчу продукт потом выкину только не дам народу купить возможность купить этот товар я вообще не понимаю они они поставили изначально цену неприемлемую для этого товара ну понимаете китайскую капусту у нас в россии используют только для салата и то не каждый божий день никто ее не будет вот так хрупать мало кто из нее готовит голубцы тем более теперь по этой цене голубцы из китайской капусты это вообще неприемлемо согласны а че я так завелась так вот значит купила я палочки помните что это такое это я почистила яйца которые красила на пасху я про них вообще забыла вообще забыла сегодня я намереваюсь сварить яйца вот для этого салата я увидела что у меня в холодильнике лежат эти яйца некоторые вот так вот чуть-чуть покрасились но это пищевые красители потом я опять подчеркиваю готовлю я для себя отвечать за свое здоровье буду только я ксюше или ребятам моим я бы никогда не стала готовить эти яйца поэтому все на моей совести так вот нет у меня китайской капусты есть у меня свежие огурцы есть у меня лук и я полезла искать в интернете что мне предложат ну если нет китайской капусты я не могу приготовить свеженький салатик из китайской капусты свежего огурца крабовых палочек и яйца интернет мне приготовил дофига рецептов я в них абсолютно не уверена но давайте попробуем да итак что у меня получается что я надумала мне посоветовали в интернете массу рецептов которые меня вообще не устроили есть рецепты похожие на наш обычный мясной салат который в народе называют оливье масса ингредиентов плюс ко всему вместо колбасы или какого-то мяса крабовые палочки ну а вы знаете что крабовые палочки очень деликатный продукт поэтому ну забивать тысячу ингредиентами их вкус абсолютно не стоит есть простенькие салаты как типа вареная картошка а а не видно да вареная картошка яйцо и крабовые палочки заправлены майонезом больше ничего то есть как типа немецкий салат только в немецком салате значит что там огурец картошка и мясо да и заправлены соусом вот меня это тоже не устроило поэтому я все 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 почитав решила сделать свой салат мой салат будет из все таки свежего огурца но я добавлю к нему маринованный огурец то есть ну один большой свежий и один но тут вот не целый огурец честно скажу это я откусила поэтому я добавлю к нему вот такой маленький огурчик три яйца нет четвертое не обращайте внимания я отдам baby я его зачистила сколько можно сколько могла я зачистила эту краску baby любит она белок не ест она ест только желток вот три яйца упаковка 200 граммов палочек вот еще раз показываю ярко красные палочки они как правило их можно развернуть я не знаю из чего они сделаны что вот там прессованная какая-то масса эти палочки они имеют вот такую структуру то есть ну все таки есть надежда что это более из рыбы сделано чем неизвестно из чего вот видите они вот так вот ну вот они имеют вот такую структуру как бы какие-то вот эти не сегменты а как вот так вот они 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 рвутся их нельзя развернуть так я сказала картошка огурцы и лук зеленый лук зеленый я вот взяла вот такие вот две две веточки ну мне кажется это многовато забьют тоже вкус но я сейчас порежу если в процессе добавления в общий салат мне не понравится мне будет достаточно количество которое я добавила остальное лук я просто уберу в контейнер и в холодильник пригодится в другой салат погнали и и в в в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Но я, с другой стороны, хотела же освежающий салат. Но будем сейчас пробовать. Сметаны у меня нет. С тех пор, как я ходила в магазин и убедилась, что сметана подорожала с 69 рублей до 81, не то, чтобы я, ну, как это сказать, ну, решила, что я ее не буду покупать, да, а я просто тогда слегка так, ну, как бы растерялась и забыла купить. Нет, 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 я буду покупать сметану, я буду жить со сметаной, но так как у меня сметаны теперь нет, давайте мы заправим нашим, как это называется, нашим народным соусом, да. Тоже как-то я при вас покупала, потому что была скидка громаднейшая, а я сказала вам, что майонез у меня всегда есть в доме, потому что, ну, не знаю почему, но вот он у меня есть, потому что он, ну, как бы это вот, как еще раз говорю, наш народный соус. Ну, вот так вот выглядит салат в заправленном виде, не знаю, там хоть видны, там эти красненькие, зелененькие точки, у меня такое ощущение, что сплошная какая-то белая масса. Так, не солила, не перчила, чтобы почувствовать, собственно говоря, естественный вкус. Итак, мне очень надо, чтобы попались еще и крабовые палочки, и огурцы двух видов, и лук. Ну, что я скажу? Если соблюдать вот такие пропорции, у меня были вот такие три небольшие картошинки, к сожалению, я не додумалась взвесить, чтобы сделать пропорции, да? Двести, по-моему, граммов, маленькая упаковка крабовых палочек. Я их резала, я всегда режу палочки в салат достаточно крупно, ну, чтобы они ощущались, иначе они вообще растворятся. Два небольших, не перышка, а как вот назвать-то, вот, вот, два небольших корешка, да? Ну, то есть, перышки, я понимаю, это вот зеленая часть, два перышка, а то вот такие две белые, то есть, один маленький, а один большой. зеленого лука, один такой вот средний огуречек, один небольшой огуречек, не корнишон, а просто маринованный огуречек из банки, и три вот эти вот С1, но они у нас мелкие, и три яйца. Приемлемый салат, приемлемый. Ничего не могу сказать, поэтому, друзья, ну вот, вот такой вариант у меня есть вам предложить вместо свежего салата, который я хотела приготовить, а я хотела приготовить с китайской капустой, со свежим огурчиком, это вкусно. Ну, реально вкусно. И на рыбный салат не похоже, вот, когда я иногда готовлю с горбушей горячего копчения, салат типа оливье, но с горбушей, прием, горячего копчения. И на мясной салат не похоже. Крабовые палочки ощущаются, если честно, маринованный огурец не ощущается. Самый яркий вкус здесь картошка, крабовые палочки и лук. Ну, может быть, вот постоит немножечко, и тогда и проявятся каким-то образом и маринованные огурцы, и свежий огурец. Все, друзья, никаких калорий в этом салате я считать не буду, потому что это заведомо салат с большой калорийностью. Если вы его будете в состоянии, там, я не знаю, стройнения, похудения, приведения себя в порядок, кушать, то, пожалуйста, к нему уже добавлять ничего больше не надо. То есть этот салатик и, ну, возможно, кусочек хлеба цельнозернового или, как всегда, хлебцы диетические. Все, друзья, пока-пока. Спасибо вам, что вы со мной готовили это странное блюдо. Но тем не менее, да?